23 сезон государственного Кремлевского дворца, в смысле театр Кремлевский балет, мы открываем в этот раз вот таким фестивалем звезд мирового балета. Может быть это громко сказано, но для нас это просто такие дружеские выступления наших коллег, известных артистов. Сейчас в сентябре у нас здесь 12 спектаклей, из них 6 спектаклей танцуют звезды балета. Причем это 4 пары и еще 2 солисты танцуют с нашими артистами. Открываем мы репертуар «Лебединым озером» с Дарьей Климентовой, солисткой английского национального балета, и Вадимом Монтагировым, тоже солистом английского национального балета. Мы сейчас репетируем уже Ромео Джульетту, поскольку партию Ромео надо было выучить. Фредерико Банелли приехал, так сказать, и с нами сейчас репетирует вовсю, на сцене мы вчера репетировали. И с Наташей Балкничевой они будут танцевать Ромео Джульетту. Ну тут у нас первое и второе наши спектакли «Руслана Людмила и Снегурочка» с нашими солистами 4 фигера. 6 сентября Дон Кихот приедет Яна Саленко из Берлинского театра. Мне кажется, что в Москве ее еще не так хорошо знают. В Петербурге уже лучше, она в прошлом году получила гран-при на Данс Опен. А вообще замечательная балерина, она танцевала с нами в Греции, Лебединое озеро. И мы остались очень под впечатлением друг друга. Она будет танцевать с Михаилом Мартынюком Дон Кихот. Потом наши спектакли «Щелкунчик, спящая красавица» приезжают Алина Кожакару и Йохан Коборг. Вот Алина должна была приехать к нам в Грецию с Коборгом танцевать Лебединое озеро, но она, к сожалению, там у нее была небольшая травма, она не смогла. А Коборг был, и нам очень понравилось, как этот замечательный танцовщик исполнил партию Зигфрида в Лебедином озере. Он не просто исполнил, а внес что-то новое в интерпретацию этой роли. Мы поняли, что такой настоящий принц, который переживает за честь, нарушенную им клятву и так далее. Это очень сложный, был интересный образ, произвел на нас большое впечатление. Вот теперь они с Алиной Кожакару танцуют «Спящую красавицу» 12 сентября. После этого наши спектакли опять идут. «Эсмиральда» «Тысяча одна ночь» 14-19-го. Для исполнения партии «Жизели» и «Альберта» 21 сентября в спектакле «Жизель» приедет Екатерина Осмолкина и Евгений Иванченко из Санкт-Петербургского Мариинского театра. Вот, но эти имена вам, наверное, хорошо известны, нет нужды их представлять. И закончится фестиваль 26-го «Корсара» в постановке Григоровича, где с Александрой Тимофеевой, нашей солисткой, приедет танцевать Дмитрий Грузев из английского национального балета, тоже очень известный, прекрасный танцовщик. К сожалению, мы не смогли начать, как мы планировали, с сезон с работы с Борисом Эйфманом, с замечательным хореографом, которого мы пригласили поставить спектакль. И вынуждены немножко перенести эту работу на чуть более позднее время. И в настоящее время мы ведем переговоры сейчас рядом хореографов о том западных хореографов. О том, чтобы вот в это время оставшееся поставить все-таки какой-то спектакль. Пока не могу ничего твердо сказать. Скажу только, что приезжает Шарль Жут, знаменитый французский танцовщик, который является представителем фонда Нуриева, потому что мы хотели бы осуществить постановку какой-то в нашей сцене, постановку Рудольфа Нуриева в связи с его юбилеем, который будет в следующем году. Но переговоры еще впереди, поэтому тоже не могу ничего более конкретного сказать. Но нам была бы очень интересна для палитры нашего театра одна из постановок Рудольфа Нуриева. Вот. Нас ждут тоже гастроли, их довольно-таки много в этом году. В прошлом году у нас был очень трудный сезон. Мы около полугода не могли выступать на нашей сцене, у нас работал цирк Дю Салей. В связи с этим у нас было очень мало спектаклей на основной сцене. Мы сделали всего 21 спектакль на нашей основной сцене в первые полугодия. Вот. А дальше 59 спектаклей мы сделали за рубежом. Вот. Но в этом сезоне уже положение, я думаю, что будет гораздо лучше, потому что у нас уже 22 спектакля в первом полугодии, и во втором тоже предполагается довольно много спектаклей. Но гастролей тоже будет, наверное, немало. Вот. Продолжается наше сотрудничество нашего театра с русскими сезонами 21 век с Андрисом Лиепой. Мы уже вместе сделали... У нас в репертуаре 11 совместных названий, собственно, которые в нашем театре все идут. Вот. И мы постоянно с ними выезжаем и ездим, и показываем здесь. И думаю, что какое-то из этих названий мы покажем здесь в ноябре на празднование юбилея Андриса Лиепы. Вот. Что-то, надеемся, показать в декабре на гала-концерте в честь Илзы Лиепы в Москве. Вот. Ну, это вот все такие наши планы. Продолжение следует...